Всем привет! Решила снова пойти в солярий, потому что я хочу выглядеть хорошо. На встрече с подписчиками в Киеве и в Москве, на ведьфесте. Все-таки, когда загорелая, всегда по-другому выглядишь. Кожа более подтянутая становится, и все равно вид намного лучше, чем ты бледная. Поэтому я решила вновь пойти в солярий и походить туда через день сейчас. Может быть, даже каждый день посмотрим. Я знаю, что это не очень полезно, но вот один раз хожу и все. В этом году больше не буду ходить. Еще бы эту недельку подержаться, не есть шоколадок, булочек, чтобы хотя бы не набрать, ну и хотя бы немного скинуть. А, еще я хочу снять ресницы. Я все-таки пожалела, что второй раз я их нарастила. Нужно было подождать, сделать перерыв и вот нарастить перед отъездом. Смотрите, какой необычный куст. Очень воздушные здесь у него цветочки. Как будто розовое облако сдалека смотрится. Клевое. Вот, девчонки, я сняла ресницы. И мои, на самом деле, неплохо так подпортились, я смотрю. Стали реже. Даже как будто бы короче стали и, ну, в таком не очень хорошем состоянии. Но это меня не остановит. Я сделала для себя выводы, что действительно ресницы нужно наращивать только в том случае, если у вас какие-то важные мероприятия. Например, вы на море собираетесь, либо вы собираетесь в командировку, в поездку, или у вас целую неделю дни рождения и свадьбы. Тогда, да, можно нарастить ресницы на один разочек на месяц или на две недели. Вот. А вот как я, каждые две недели их снова и снова наращивать ни в коем случае не нужно, потому что портятся свои ресницы. Меня это, в принципе, не пугает, потому что я знаю, что они очень быстро отрастут, на самом деле, и это нормально. Хочу с превеликим удовольствием сообщить вам, что 1 июня я прилетаю в Киев. И 1 июня в 4 часа состоится встреча с вами, с моими подписчиками. Вместе со мной будет бьюти-блогер Нафи Наташа из Киева. Мы будем, так сказать, организовывать совместную встречу. Адрес, где будет проходить встреча, будет написан под этим видео. Обязательно посмотрите. Затем 3 июня я буду в Виннице. В Виннице тоже будет встреча 3 июня. Адрес и место я тоже напишу под этим видео, да, извиняюсь. Девчонки, к сожалению, дальше я полететь не смогу, там, в Одессу, в другие города, потому что у меня нет возможности. Это, конечно, очень круто. И максимум я успею посетить только 2 города, это Киев и Винница в Украине в это время, потому что я всего 4 дня в Украине буду, и мне нужно навестить моих родственников, подружек, и поэтому очень-очень мало времени. Так как после Украины я лечу в Москву на Видеопипл, на Витфест. К сожалению, да, вход на Витфест платный. И, конечно же, хочу сказать о том, что организаторы предоставили нам любезно, мне и другим блогерам, разыграть 5 билетов входных на Витфест, который состоится 6 и 7 июня. В этом видео я устраиваю конкурс для девочек или мальчиков из Москвы, для всех желающих, кто хочет вместе со мной или вместе с другими блогерами посетить Витфест. В этом видео я разыгрываю 5 билетов, будет конкурс, да. Условия конкурса вообще никакие, очень простые. Всё, что вам нужно, так это написать под этим видео в комментариях. Для чего вам это нужно, зачем вы хотите посетить Витфест, и почему именно вы должны туда пойти, напишите это в комментариях. Вот, и я выберу 5 победителей. И, конечно же, оставьте свой имейл для связи, да, чтобы я быстренько с вами могла связаться, чтобы вы отправили дальше мне ваши контактные данные для внесения вас в список, вип-список. Вот, смотрите, девчонки, купила себе в аптеке семена льна. Я теперь часто употребляю их, каждый день в пищу. В этой коробочке порционно всё, вот в таких пакетиках. Здесь вроде столовая ложка, один раз в день, в принципе, достаточно суточная норма здесь. Но я съедаю сейчас больше, потому что я ещё дополнительно ем вот эти штуки. Вот эти, кстати, мне очень понравились. С яблоком и корицей. Это семя льна, это с луком. Это сладенькие, если хотите сладенького, а это такие солёненькие. И ещё купила в магазине дочки. Дочка любит очень эти хлопья, ну не хлопья, на завтрак. Они с витаминами идут, ну тут 12 витамин, без жира. Ну, не слишком много калорий. Это американская фирма, вот эта знаменитая, значок ShopRide. И они такие прикольные, я сейчас покажу вам. Они такие разноцветные и, ну, очень классные. Вот и пахнут, знаете, так апельсинками, там ещё чем-то. Такие прикольные штуки. Даже можно просто так есть. Хотела ещё вам показать кое-что из новинок в одежде своей. Вот такой прикольный свитшот на спине. Здесь надпись Женя Гея 01. Вообще, я думала, что эта надпись будет спереди почему-то, но спереди здесь только карманы вот такие большие. Этот свитшот очень тёплый и, мне кажется, он даже мужской, потому что он прям такой большой-большой. Но я люблю широкие свитшоты, чтобы они были свободные, мне так комфортнее в них ходить. Вот вы часто видели вот такой балахон на мне с капюшоном. Очень он мне нравится. Я заказывала этот балахон и эту кофту на одном сайте. Здесь капюшон просто обалденный. Он очень глубокий. Когда вы его надеваете, то вас вообще не видно. Рукава длиннючие. И до колена примерно эта накидка. В общем, она с рукавами. Я не могу сейчас примерить её для вас. Но, в принципе, вы на фотографиях часто видели в Инстаграме. Вот в последнее время это именно вот этот балдахин. Это мой must-have, потому что я прям накидываю сверху и везде хожу. Вот под любую практическую одежду. Конечно, я себе платье только не надеваю. Вот, ещё идём 30-го числа с подружкой на Ford Music Fest. Там будет интересный концерт. И я думаю, что я даже что-нибудь для вас поснимаю. Это будет в субботу. И ещё хочу показать. Последнее время я пользуюсь этой пилочкой. Мне нравится, что не нужно замачивать ноги, а прям по сухим пяткам делать педикюр. Как бы очень удобно. Это жалко, конечно, что вот эту пилку нужно тоже менять. И батарейки менять. Но я не знаю, как часто саму пилку нужно менять. Но батарейки, как бы, надолго на батарейки не хватает.